Добрый вечер. После полутора месяцев в пиратском плену в Нигерии домой возвращаются шестеро украинских моряков. Это члены экипажа судна «Стевия». Пираты напали на него у берегов Нигерии в Гвинейском заливе и захватили в плен 8 человек. Как сообщил в Инстаграм президент Владимир Зеленский, освобожденные украинцы уже в безопасности. Двое украинских военных ранены в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями. Как сообщает украинская делегация в трехсторонней контактной группе, это произошло в районе Марьинки Донецкой области. Состояние воинов стабильное. Сегодня же в больнице умер тяжело раненый боец ВСУ, 26-летний Роман Дзюбенко. Четыре дня назад в районе Попасной Луганской области пуля снайпера пробила насквозь каску воина. У Романа остался полугодовалый сын. Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук говорит о попытке самопровозглашенных властей ОРДЛО накалить ситуацию на Донбассе. Явно противоречит всем тем нашим усилиям, которые проводились в рамках минских форматов, нормандского формата. То есть это идет процесс развала, попытка развала и нормандского, и минского формата. Во-первых. Во-вторых, мы видим, что активно начали работать и снайперы, и не только. То есть, на мой взгляд, общая ситуация такова, что идет процесс обострения на Донбассе. Судьбу страны теперь будут решать украинцы, а не политики. Закон о всеукраинском референдуме, принятый Верховной Радой на этой неделе, дает возможность людям участвовать в управлении государством. Именно это, по мнению президента Владимира Зеленского, так пугает некоторых топ-чиновников, засидевшихся десятилетиями в высоких кабинетах. Мы дали людям настоящую возможность осуществлять решающее влияние на власть, и не на один раз, а навсегда. И воспользоваться этой возможностью народ может в любой момент. Поэтому, друзья политики, привыкайте. Вам теперь всегда придется учитывать, что последнее слово будет не за вами, а за обществом. Не больше 1 гривни 79 копеек за кубометр. Нацкомиссия, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила тарифы на распределение газа для 13 компаний. Ранее напомню, газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» установила цену на газ в феврале на уровне 6 гривен 86 копеек за кубометр. Это даже ниже, чем граничная цена, установленная Кабмином до конца отопительного сезона. Враховуючи те, що вже було схвалене та проведені відкриті обговорення, предлагаю підтримати пропозицію і нести зміни до відповідних постановок РКП в частині зменшення тарифу на послуги розподілу природного газу для таких підприємств. Прат-Гадяч газ, АТ-Закарпат газ, АТ-Івано-Франківськ газ, АТ-Лубний газ, Прат-Молітополь газ, АТ-Миколаїв газ, АТ-Полтава газ, Прат-Терноцель газ, АТ-Тисманиця газ, Прат-Умань газ, АТ-Харків газ, АТ-Чернівці газ і ТОВ-Газовик. Прошу підтримати. Пропоную голосувати. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Олайн-порталом для предпринимателей «Идея Бизнес» воспользовались уже полмиллиона украинцев. Об этом говорят в Минцифры. Сайт запустили весной 2020 года. Здесь можно пройти онлайн-курсы в разных направлениях бизнес-процессов, проконсультироваться касательно открытия и ведения своего дела, найти необходимые документы. Также центры поддержки предпринимателей «Идея Бизнес» работают офлайн. Их сеть планируют расширять. В минулому 2020 році нам вдалося відкристи центри підтримки підприємців «Идея Бизнес» у Харкові та Миколаєві, а також центр для студентів і майбутніх підприємців «Идея Бизнес» у Київському національному університеті ім. Шевченка. На цей 2021 рік ми запланували відкриття центрів «Идея Бизнес» у кількості від 7 до 14. І коли це буде реалізовано, очевидно, ми можемо твердо будемо говорити, що ми наблизились до побудови якоїсь повноцінної системи підтримки підприємців. Перша партия вакцини от коронавірусу може прийти в Україну вже в середіні февраля. Об'ємі сообщають в Минздраві. К тому же Верховна Рада відкрила путь для регистрації вакцини в країні по ускореній процедурі. Вакцинація проти COVID-19 в Україні буде безплатною. Це именно та забота, та защита, которую должно предоставити государство гражданину во время пандемії, от которой страдає весь мир. Не знаю, сколько буде стоить вакцина в частних больницах, но для большинства українців эта профилактика може ударити по кошельку. А вакцина против COVID-19 не то, на чём должно зарабатывать государство. Поставки в Україну вакцин по программе COVAX начнутся приблизительно 15 февраля. Об'ємі сообщають в Минздраві. Для первой волны вакцинації уже подтвердили возможность поставки 117 тысяч доз препарата компании Pfizer. Наше государство получит вакцину в феврале 2021 года, как я и обещал ранее. Это результат длительной и напряженной работы команды Министерства здравоохранения с глобальной инициативой COVAX. Ещё с лета мы вели постоянные переговоры с нашими партнёрами и сделали всё возможное, чтобы украинцы получили вакцину от COVID-19 уже в первом квартале этого года. Для того, чтобы вакцина попала в страну, она должна пройти регистрацию. Раньше украинское законодательство не позволяло регистрировать препараты, которые не прошли третью и четвёртую стадии клинических исследований. Именно такая ситуация сейчас со всеми вакцинами от COVID-19. Чтобы решить эту проблему, Верховная Рада утвердила специальную ускоренную процедуру. У всех краях света на сегодняшний день вакцины используются за процедурой так званого emergency use, экстренного использования. Украина внесла изменения в законодательстве Украины про лекарственные средства. Но термином на один год, после того, это будет откликано. И это относится только вакцин для профилактики COVID-19. Старта вакцинации уже ждут в регионах Украины. Местные департаменты здравоохранения готовят отдельные пункты для проведения иммунизации и формируют мобильные бригады, которые будут выезжать к людям. Вакцинуются в первую очередь действительно работники медицинских установок. Также в нашей области будут провакцинованы особи летнего века, которые находятся в буднях престарелых и других специализованных закладах. Кроме того, будут вакцинованы вексковые, которые находятся на сходе. Эпидемиологи предупреждают, ко всеобщей вакцинации нужно подойти с осторожностью. Ведь многие люди уже получили иммунитет от коронавируса и даже не знают об этом. К примеру, сирологическое исследование в организованном коллективе численностью около 700 человек установило, 43% из них имели антитела к коронавирусу. У человека уже есть антитела, она что же ей снова щеплюет, понимаете? У нас есть антитела, она перехолела, или просто с осторожным вирусом, безсимптомно, как мы говорим. А мы ей бах, и еще вводим додатковую дозу вакцины. А где есть гарантия, что там будет так или так развиваться процесс? Не выучено вопрос, не имеем ответственности. Вакцины не так много, может, надо щепить тех, кому нужно, кто еще не имеет, План, разработанный правительством Украины, предусматривает вакцинацию половины населения страны в течение 2021-2022 годов. Уже скоро Министерство здравоохранения обещает опубликовать инструкцию о том, как можно получить вакцину. Юлия Крючкова, Киев. Твой дом. Минус 50% на второе блюдо, скидки на пирожные и напитки. Владельцы кафе и ресторана во время усиленного карантина пытались всеми способами привлечь клиентов и не потерять любимое дело. Инесса Занина расскажет больше. Кафе, рестораны и бары почти год лихорадят от пандемии. В марте 2020-го заведения закрыли почти на месяц. В ноябре две недели работали только в будни. И в 2021-го блокдаун с 8 по 24 января. Последний, говорит ресторатор Усама Кафа, пережили относительно легко. Во время усиленного карантина платили только тем сотрудникам, которые согласились доставлять заказы. Сделали скидку в 50% на второе блюдо. В самом кафе работал только повар и комплектовщики заказов. В блокдаун мы работали, было много заказов, работали на доставку и на самовынос. Эта небольшая кафе-библиотека находится в самом центре Киева. В марте 2020-го во время жесткого карантина владельцы бесплатно раздавали выпечку, чтобы не пропало. И через Красный Крест доставляли кофе врачам. Эта бескорыстие вернулась старицей во время последнего карантина. До нас много приходили наши постоянные гости, которые поддерживали нас и в мороз, и в снег. Приходили, замовляли каву. И не смотря на какую-то такую холодную погоду, они находили нас, находили час для нас и были с нами. Денис – один из тех, кто поддержал владельцев любимого кафе. Приезжал сюда с друзьями с другого конца города. Во время локдауна заказывали на вынос. В общем, достаточно атмосферное место. Сижу часто здесь работаю с партнерами. В принципе, мне все нравится. Классно здесь. Владельцы кафе и ресторанов говорят, сохранить свой бизнес удалось только благодаря постоянным посетителям и поддержке государства. В январе получили свои карантинные 8 тысяч гривен. Этих денег хватило, чтобы заплатить за аренду и рассчитаться за коммуналку. Инна Сазанина, Александр Бугай. Киев. Твой дом. Вернуть форму после карантина. Вслед за ресторанами свои двери для посетителей открыли и спортзалы. В Днепре, к примеру, проводят специальную зарядку для пенсионеров. Об упражнениях для иммунитета и специальной дыхательной гимнастике расскажут наши корреспонденты. Под счет инструктора в городском территориальном центре социального обслуживания проходят занятия по лечебной физкультуре. Зал после усиленного карантина снова полный. После занятий чувствуем себя бодрыми, жизнерадостными. У нас общение. Занимаются здесь в основном пенсионеры. За их нагрузках следят инструктор и медик. Перед началом тренировок каждому участнику группы измеряют температуру, пульс и давление. Все упражнения для укрепления здоровья. Мы разработали элементы лико-физичные вправы, элементы пилатеса, йога-латеса и гимнастики по цигуну, скандинавскую ходьбу, которую мы будем сейчас налаштовывать. Занятия ежедневные. Каждая длится 45 минут. Этого достаточно, чтобы оставаться в форме, говорят тренеры. Текущее время показало, что дыхательная система – это наше все. Пожалуйста, глубоко дышим. А здесь тренируются все желающие, независимо от возраста. Занятия тоже возобновили, как только закончился усиленный карантин. Согласно требованиям, количество клиентов в зале ограничено. Инструкторы уверяют, умеренные физические нагрузки во время пандемии коронавируса необходимы. Организм человека имеет колоссальные возможности для самовосстановления и саморегуляции. Кнопкой, которая запускает эти процессы, являются двигательная активность и оздоравливающие физические нагрузки. Важно делать упражнения и для мимических мышц лица. Также советуют не забывать о профилактике заболеваний дыхательной системы. Наталья Гусак, Владимир Штенгелов, Днепро. Твой дом. Пока Украина приходит в себя после двух недель усиленного карантина, во Франции и Великобритании ужесточают ограничения и испытывают новую вакцину от коронавируса. Тему продолжит Николай Старков. С 30 января во Франции вступают в силу новые карантинные ограничения. Запретили работу крупных торговых центров, а въезд разрешен только из стран Евросоюза. Ограничения ввели из-за распространения нового штамма вируса в Великобритании и ЮАР. В правительстве Франции считают, что новые правила позволят избежать третьего национального локдауна. Если будет новый локдаун, это психологически будет тяжело. Я мать-одиночка, вынуждена работать полный день. Если вновь закроют школы, это будет катастрофа. Германия также закрыла свои границы для стран, где распространяется новый штамм вируса. А Португалия столкнулась с сильнейшим всплеском госпитализации. В стране остались свободными только 44 койко-места. В некоторых штатах США падает уровень заболеваемости. Штат Нью-Йорк планирует разрешить работу ресторанов. При этом три четверти столиков должны оставаться свободными. Даже это облегчение для бизнеса. До сих пор рестораны обслуживают только летние площадки. Мы закрыты уже почти два месяца. Мы вынуждены платить зарплаты. И если новые правила вступят в силу, это немного покроет наши потери. 44 тысячи человек приняли участие в клинических испытаниях новой вакцины от компании «Джонсон и Джонсон». Испытания проходили в США, Южной Америке и ЮАР. В разных регионах вакцина оказалась эффективно не одинакова. От 72% в США до 57% в ЮАР утверждают в компании. Таким образом препарат показал себя менее эффективным в борьбе с новыми вариантами вируса. Исследования в США, Южной Америке и Южной Африке проводились совершенно разное время. Это был высокий уровень передачи, повсюду всплеск пандемии, а также распространение различных вариантов вируса. И хотя препарат не настолько эффективен, как вакцины от производителей Pfizer или Moderna, он станет подспорьем в борьбе с инфекцией, считает медицинский советник президента США. Хотя показатель эффективности 72% не так впечатляет, как 94 и 95%, очевидно, что этот препарат имеет большое значение, что важно не только для США, но и для развивающихся стран. С прошлой недели в США набирают обороты массовая вакцинация. Подцентры вакцинации используют стадионы. К субботе почти 23 миллиона американцев получили одну или две дозы вакцины. Лопаты, тросы, грейдеры и даже тяжелая спецтехника. К ликвидации последствий снежной стихии в Украине подключились работники госслужбы по чрезвычайным ситуациям и даже пограничники. Пока спасатели расчищают дороги в южных областях, в Украину пришел новый циклон Олаф. Все началось в среду. На центральной и юго-восточной области Украины обрушился снежный циклон. Уже на следующий день больше сотни населенных пунктов остались без света. Больше всего досталось Одесской и Николаевской областям. Там выпало больше метра снега. В Одесской области в снежную ловушку попали почти сотни грузовиков. В третий день снегоуборочная техника Украфтодора работает без перерывов, чтобы ликвидировать последствия непогоды. Из снежных переметов время от времени не могли выбраться даже грузовики. Спасателям приходилось вытаскивать их с помощью тяжелой спецтехники. А пограничники с помощью троса, лопаты грузовика «Крас» вытащили несколько легковушек и фур, застрявших в сугробах, близи с границей с Молдовой. Утром в субботу 30 января в Украину добрался циклон с юго-запада Олаф. Он принес с собой снег, который шел в столице весь день. Работники коммунальных служб расчищали дорожки и ступеньки лопатами и тракторами. Уже с утра в столице на дорогах образовались заторы. Киевляне говорят, техника убирает снег не везде. Пробки сумасшедшие. Особенно на Академийстечку, там вообще не проехать. Большие дороги не особо чистят, мне кажется, потому что ездят машины сами, растаптывают снег. А в маленьких, ну вот я, получается, на небольшой улочке врезалась в бетонный забор, потому что, ну, просто не то, что я не рассчитала скорость. Просто реально, маленький вроде бы снег только начался. И меня занесло, и я разбила машину. По прогнозам синоптиков, завтра снегопады в Украине усилятся, а с 1 февраля придет похолодание. На дорогах, кроме юго-восточных областей, гололедится. Водителей просят быть осторожными на дороге и не оставлять авто на тротуарах, обочинах и крайних полосах дорог. Важна резина, я сейчас понимаю, у меня была демисезонная. Это тоже проблема, потому что, ну, мы решили проэкспериментировать с мужем, вот эксперимент не удался. Зимой нужна зимняя резина. Кофе вместо соли и песка во Львове решили позаимствовать у Великобритании экологичный способ борьбы с гололедом. Посыпать улицы кофейной гущей. Она и обувь не портит, и для растений полезна. Как будут воплощать эко-проект, расскажут наши корреспонденты. Улица с ароматом кофе. Во Львове ежедневно в мусор выбрасывают более 700 килограммов кофейной гущи. Теперь же и нашли применение. Львовские кофейни будут отдавать жмых горсовету для борьбы с гололедом. Опыт позаимствовали у Великобритании. Рассыпать кофейную гущу планируют сначала на парковых дорожках, ведь она полезна для растений. Иде мова, власне, про борьбу с желоледицей в парках города. Чем? Потому что это природное средство, потому что логично и нормально будет выглядеть ковово гуща на снегу в парках. Кроме того, ковово гуща имеет полезные властей для растения, для грунта, она улучшает качество грунта, подживляет растения. Жители Львова уже устали жаловаться на песочно-соляную смесь, которой обильно посыпают дороги. Говорят, после зимы обувь быстро приходит в негодность. Альтернатива песку и соли – кофейная гуща. После того, как снег растает, дворники просто сметут ее на газоны. Это экономия для городского бюджета. Не нужно будет закупать соль и песок, а главное – тратить деньги на его утилизацию после таяния снега. Еще наше место Львов и другие места борются с песком-соляной смесью. Вона створяет незручности, когда снег нужно прибирать, много того песка в городе забываются, канализационные стоки. Это не только экологично, это и экономично будет для города. Не вытрачатимы эти деньги на песком-соляной смесь. Ну, возможно, того года она уже закуплена, но в перспективе мы будем понимать, что может быть экономия. А пробовать кофейную гущу в борьбе с гололедом планируют уже со следующей недели. Юлия Биль, Вадим Дмитриев. Львов. Твой дом. Канал Дом ТВ, сайт нашего канала. Там еще больше информации о происходящем вокруг. Спасибо, что смотрите Дом. Тут всегда ждут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова